Здравствуйте коллеги, тема нашей сегодняшней лекции называется так Теория проблема гипотеза как формы теоретического познания Теория это достоверное знание об определенной области действительности Представляющие собой систему понятий и утверждений И позволяющие объяснять и предсказывать явления из данной области Теория, энергетическая теория наблюдения, рассмотрения, исследования Есть высшая форма систематизации научного знания Она включает в себя определенный набор понятий и высказываний Логически связанных между собой Как система знаний, в отличие от простой совокупности знаний Какое, например, является обыденное знание Теория включает в себя определенный круг понятий и высказываний Логически связанных между собой так Что одни понятия или термины связаны между собой через другие Причем связаны с определенным образом То есть они субординированы Или даже выводятся одни из других Теория, на виду с понятиями и суждениями Представляет собой одну из форм отражения В воспроизведении действительности мышления В практике научного познания Делят против всего теории Которые ограничиваются лишь Описанием и систематизацией эмпирического материала И, возможно, содержат те или иные индуктивные обобщения Они носят названия эмпирических теорий Другое название таких теорий Феноменологические Вообще же научная теория как форма знаний Обладает целым рядом признаков Во-первых, теория должна объяснять и предсказывать факты Вскрывая закономерности, которыми они подчиняются Во-вторых, все положения теории должны быть объединены Общей идеей или основываться на небольшом числе принципов И в-третьих, для теории обязательно Обоснованность составляющих ее положений Как правило, термин теория употребляется в двух смыслах Широком и узком В широком смысле по теории понимается деятельность, связанная с познанием явлений природы Общества и мышления В более узком смысле теория – это форма научного знания, которая дает целостное представление Об определенной области действительности Существенными характеристиками теории являются систематизация, предсказания и объяснение изучаемых явлений А также выявление законов изучаемой области Наиболее важной функцией теории является объяснение Информативная функция теории В результате эмпирического познания выделяются факты и их обобщение А в ходе дальнейшего исследования открываются соответствующие законы С их помощью выводятся результаты наблюдений Систематизирующие функции Данная функция теории определяется синтетическим характером научного знания Теория стремится так организовать и упрядочить эмпирический материал Чтобы его основная часть могла быть логически выведена из небольшого числа основных законов и принципов Прогностическая функция теории Для создания теории в лучшей практике нужно предвидеть ход будущих событий Постараться выявить их тенденции и закономерности Объяснение как функция теории Структуры и виды научных теорий Научные теории весьма разнообразны по предмету исследований Глубине раскрытия, а также по функциям Что затрудняет обнаружение тех структурных элементов Из которых складывается теория Поэтому в современной методологии научного познания Принято выделять следующие компоненты теории Первое. Исходное основание Фундаментальные понятия, принципы, законы, уравнения Второе. Идеализированный объект теории Абстрактная модель существенных свойств и связей объектов изучаемой области Например, идеализированным объектом классической механики Является система материальных точек Третий. Логика теории Множество допустимых в данной теории высказываний В практике научного познания выделяют прежде всего теории Которые ограничиваются лишь описанием и систематизацией эмпирического материала Они, как я уже говорил, получили название эмпирических Или по-другому феноменологических Эмпирический уровень теории включает Во-первых, непосредственные наблюдения и эксперименты Результатом которых являются данные наблюдения Во-вторых, познавательные процедуры В средствах которых осуществляется переход от данных наблюдения К эмпирическим зависимостям и фактам Данные наблюдения фиксируются в протоколах наблюдения В которых указывается, кто наблюдал Время наблюдения Описываются приборы Если они применялись Таким образом, эмпирические факты Составляющие основной массив Соответствующего уровня научного знания Конституируются в результате интерпретации Данных наблюдений в свете определенной теории Теоретический уровень теории Также образуется двумя подуровнями Первый составляет частные теоретические модели и законы Которые выступают в качестве теории Относящихся к достаточно ограниченной области явления Второй составляет развитые научные теории Включающие частные теоретические законы В качестве следствий Выводимых из фундаментальных законов теории Примерами знаний первого подробня Могут служить теоретические модели и законы Характеризующие отдельные виды механического движения Модели закона колебания маятника Законы Югенца Движения планет Законы Галилея и другие В ньютоновской механике Выступающей типичным примером развитой теории Эти частные законы С одной стороны обобщаются А с другой стороны Выводятся в качестве следствий Проблема От греческого проблема Трудность, преграда Вопрос или целый комплекс вопросов Возникшие в ходе познания Не каждая проблема может иметь вид явного вопроса Точно так же Как не всякое исследование Начинается с перевяжения проблем Зачастую поиск проблемы Сам вырастает в особую проблему В широком смысле проблемная ситуация Это всякая ситуация теоретическая В которой нет соответствующего обстоятельствам решения И которая заставляет поэтому Остановиться и задуматься Важно проводить различия Между проблемой как таковой и задачей Что важно Над проблемой думают Ломают голову А задачу решают Решать проблему и думать над задачей Вверх логической некомпетентности От проблемы принято отличать Псевдопроблемы Вопросы обладающие лишь кажущей значимостью И не допускающие Сколь-нибудь обоснованного ответа Основы логикосематического истолкования проблемы Были заложены в работах математика Калмогорова И зарубежного ученого Клини Все проблемы в зависимости от глубины их познания Подразделяются на три класса Хорошо структурированные или количественно сформулированные проблемы В которых существенные зависимости выяснены настолько хорошо Что они могут быть выражены в числах и символах Получающих в конце концов Численную оценку Не структурированные или качественно выраженные проблемы Содержащие лишь описание важнейших ресурсов, признаков и характеристик Количественной зависимости между которыми совершенно неизвестно Слабо структурированные или смешанные проблемы Которые содержат как качественные, так и количественные элементы Причем качественные, малоизвестные и неопределенные стороны проблемы Имеют тенденцию доминировать Гипотеза Это предположение, которое мы считаем истинным Для того, чтобы вывести из него следствие Согласно с истинными фактами или с другими уже проверенными положениями Выдвигаемая на основе определенного знания об изучаемом круге явлений Гипотеза играет роль руководящего принципа Направляющего и корректирующего дальнейшие наблюдения и эксперименты Гипотеза представляет собой необходимое измено в развитии научного знания Главным критерием обоснованности гипотезы является ее согласие с фактами На основе которых и для объяснения которых она была вымена К другим критериям относится следующее Гипотеза должна соответствовать также принятому в науке законам и теориям Это так называемое условие ее непротиворечивости Гипотеза должна быть проверяемой Это означает, что она должна в принципе допускать возможность опровержения и возможность подтверждения Гипотеза, не отвечающая этим требованиям, не указывает пути для дальнейшего исследования К таковым можно отнести предположение о существовании сверхъестественных, ничем не обнаруживающих себе объектов Гипотеза может быть приложена к широкому классу исследуемых объектов То есть должна охватывать не только явления для объяснения которых было специально предложено Но и по возможности для более обширного круга родственных им явлений Хорошим примером здесь может служить гипотеза квантов Гипотеза также должна быть выводима из некоторых более общих положений Если выдвинутое предположение удается вывести из каких-то утвердившихся истин Это означает, что оно также истинно Но и наиболее важным и вместе с тем универсальным способом верификации Гипотеза является выведение следствий из гипотезы Их последующие опытные проверки Однако этот способ сам по себе не позволяет установить истинность гипотезы Он только повышает ее вероятность Рассмотрим логическую структуру гипотезы Всякая гипотеза состоит из следующих элементов Основания гипотезы Исходные данные, совокупность фактов или в основных утверждениях На основании которых основывается предположение Форма гипотезы Совокупность умозаключений, которые являются результатом обработки исходных данных И ведут от основания гипотезы к основному предположению Предположение Гипотеза в узком смысле слова Вывода из фактов и утверждений, выражающих содержание гипотезы И четвертое Процедура проверка гипотезы Превращающая предположение в достоверное знание Или опровергающие его Вопрос Это, во-первых, неполная информация И, во-вторых, просьба, требование или желание Дополнить ее в рамках определенного контекста В языке вопрос выражается в обсуждительном предложении Например, какой сегодня день недели Вопрос не является суждением Поскольку для суждения характерны утверждения или отрицания чего-либо В то время как вопрос не выражает ни утверждения, ни отрицания Хотя сам вопрос не выражает суждения В основании его всегда лежит некоторое суждение Или совокупность суждений В частности Приведенный выше вопрос Опирается на суждение о том Что существует принципиальная возможность Определения конкретного дня недели Поэтому сам вопрос базируется На определенной предпосылочной информации В контексте В рамках которой он и формулируется Вопрос вне контекста Это вопрос ни о чем И такой вопрос нельзя сформулировать Всякий вопрос возникает на основе Некоторого исходного знания Базиса Неполноту или неопределенность которого Требуется устранить Под ответом будем понимать Высказывания, содержащие информацию Затребованную в вопросе Общие правила вопрос-ответной коммуникации Вопросы и ответ должны быть связаны по смыслу То есть содержать общие термины или их синонимы А спрашивающие и отвечающие Должны истолковывать термины и вопросы ответа В одном и том же смысле И придавать им одинаковое значение Полнота запрашиваемой информации Вопросы и соответствующие ему ответы Полнота запрашиваемого ответа Определяется не только Соответствием между вопросом и ответом По смыслу и значению информации Но и целевой установкой Самого спрашивающего Которая в вопросе должна быть выражена Ясно и точно Последнее обуславливается применением вопросных слов Типа где, какой, что, сколько, куда Если задающий вопрос Ставить перед собой задачу Получить исчерпывающий Ясный точный ответ То он должен сформулировать вопрос так Чтобы максимально ограничить поле Вопросы можно разделить на корректные и некорректные Корректными будем называть те вопросы Которые базируются на истинных предпосылках И на которые поэтому могут быть дать истинные ответы Некорректными будем называть те вопросы, у которых хотя бы одна предпосылка является ложной И поэтому на них в принципе нельзя дать истинный ответ Если спрашивающий осознают ложность предпосылок своего вопроса И задают его с целью запутать своих оппонентов или слушателей То его вопрос надо квалифицировать как сапизм Особое положение занимает так называемый риторический вопрос Не являющийся реальным вопросом И которому придана грамматическая форма вопросительного предложения И поэтому он не может рассматриваться как вопрос в чистом виде Поскольку знание, на которое опирается риторический вопрос Не содержит ни полноты или ни определенности Корректными будем называть те вопросы, которые базируются на истинных предпосылках И на которые в принципе могут быть даны истинные ответы Отсюда некорректные эти вопросы В которых хотя бы одна предпосылка является ложной И поэтому на них в принципе нельзя дать истинный ответ Спасибо за внимание Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok